И о спорте. Стало известно имя чемпиона области по динамичной пирамиде, одном из самых молодых видов бильярда. Финальные встречи прошли в клубе «Шар». На заключительном этапе соревнований побывала и наш корреспондент Алла Лавриненко. Чемпионат по динамичной пирамиде в финальной своей стадии повторил первенство по комбинированной. Воспитанники отделения бильярды школы единоборств в финале, на третьем месте представители Мичуринска. Если в московской бронза досталась Роману Калтакову, то в Невской его на пьедестале заменил Александр Прищепа. Динамичная пирамида, несмотря на недавнюю прописку в официальном спортивном календаре, уже завоевала симпатии игроков. Московская пирамида, то есть комбинированная, она как бы нудная, можно сказать. А динамичная и свободная, она как бы много атак. Мне присутствует много атак по лузам. Вот игрошей не так много. Мне вот такая больше динамичная игра нравится. В финале у Михаила Никишина было некоторое психологическое преимущество. На недавнем открытом первенстве области по этой разновидности бильярда, среди тамбовчан, его результат был самым высоким. Но, видимо, Кирилл Юрин тоже сделал выводы из того крайне неудачного выступления. И не оставил Мише никаких шансов. Ну, что-то не очень сильно рад я. Не знаю. Не рад я с собой. Когда выиграть чемпионат России, тогда буду рад. Специалисты таким поворотом довольны. Кирилл серьезно относится к тренировкам. Ради чемпионата даже отказался от участия в коммерческом турнире. Наставник с оптимизмом смотрит в будущее. Наши упорные тренировки именно в динамичную пирамиду сейчас вот перед этим не прошли. Потому что появилось больше понятий. И, скажем, исполнительское мастерство выросло. Особенно у Кирилла это, видно, бросается в глаза. То есть понимание игры. Так что будем надеяться, что на командную кубку России среди юношей мы достойно выстрелим. Перед ответственными всероссийскими стартами Сергей Басов планирует устроить подопечным учебно-тренировочный сбор. Вывести на природу и уделить внимание общей физической подготовке. Алла Лавриненко, Владимир Крынкин. Вести Тамбов.